Валерий Федорович, важный момент такой, сейчас о нем много говорят, это закон о просвещении. И вот буквально вчера ставился встреча с депутатами, Валерий Федорович Рашкин был и Павел Тарасов, такой депутат Московской городской думы, на которую устроили провокацию и Тарасова задержали. В интернете есть эти видео. Ну, сама по себе тема просвещения, это значит, что мы друг друга даже не можем знаниями делиться без согласования с государством. Молодцы, что КПФ поднимает этот вопрос. И там было очень много людей, которые явно даже, будем говорить, не сторонники партии, но пришли на эту встречу. И вот эти нодовцы устроили провокацию. Вот, Павел Николаевич, как в этой связи вообще реагировать на это? И как вести даже такую разрешенную законом, будем говорить, работу по отстаиванию интересов людей? Первое. Я видел только видео, когда произошла провокация. Там не написано было, кто это, нодовцы, еще там. Там значок упал у парня. Ну, может быть, вам просто повезло. Ну, неважно. Важно другое, что то, что я видел, я говорю только об одном. Власть не трогает провокаторов, но очень сильно, скажем так, настроена на то, чтобы разгонять митинги КПРФ. И мы это видим, это неоднократно было. В прошлом году задержание на 9 мая депутатов городской думы, значит, а потом их отпустили. То есть, это попытка всячески помешать протестной активности оппозиционных пар. На фоне того, что одновременно собираются очень большие мероприятия Единой России, ну, и просто мероприятия какие-то там, скажем так, какие-то связанные с культурой, и особенно поп-культурой, мероприятия, которые никто не разгоняет. Да мы у себя тоже видели. Как только с плакатами ходят против Грудинина и против совхоза, никто их не трогает. Но попробуйте выйдите просто с чистым листом бумаги. Сразу начнутся проблемы. Сразу вызывает полицию и всех остальных. Поэтому, да, это политическая борьба. Предвыборная кампания, которая началась уже практически, знаете, что там Единая Россия, уже активно пиарит своих кандидатов. Все эти праймеризы и все остальное. А они же собираются совершенно открыто, без всяких проблем, никого не уведомляя, проводят различные акции. Их же никто не разгоняет. Говорят только об одном. Власть настроена на то, чтобы все протестные действия и действия оппозиционных партий были каким-то образом прекращены, прерваны. И это вот видно было. Даже депутатов городского совета, которых по большому счету нельзя, тем более никакого же заявления не было, было просто провокация. Человек, который, как я видел, украл буквально микрофон, убежал куда-то с ним. Павел Тарасов его остановил, отобрал у него микрофон. И после этого был задержан. По сути своей, это... Кстати, у вас что-то украли, вы остановили грабителя, и вас же за это задержали. Логика в этом никакой, просто прослеживается политическая составляющая. Но чем у меня вызывают уважение мои товарищи из КПРФ, тем, что они не останавливаются. Несмотря на то, что их кидают за стенки, всячески третируют. Ну, смотрите, у вас просто обступило там 8 человек, я видел, полицейских, которые одного депутата подсаживают запихнуть в машину. Он объясняет, слушайте, нет такого слова, присаживайтесь, у вас в законе нет такого. Вы объясните, чего от меня хотите? Законные требования я готов исполнить. Какие у вас законные требования? На основании чего вы меня задерживаете, они объяснить не могут. И стоит перед ними, ну уж точно, трезвый, абсолютно адекватный человек, а полиция ведет себя неадекватно. Хватает его руками, пихает. По идее, если помните, был такой министр, Нургалеев, это было в начале 2000-х годов, которого когда спросили, ну хорошо, а если меня полицейским, тогда был милиционер, бьет, и это незаконно. Этот в прямом эфире, на пресс-конференции сказал, ну тогда вы ему тоже ответьте. Все, видно, концепция поменялась. Теперь полицейского, ты не можешь даже на него косо посмотреть, сделано все для того, чтобы вы в любом случае, даже если полицейские будут противоправные действия, они тоже совершают противоправные действия, он защищен. Помните этот случай, когда пьяный полицейский из травматического пистолета выстрелил в ногу 13-летней девушке, потому что она, видите ли, не ответила ему взаимностью. И он же отделался условным сроком. А вот за то, что кинуть пластиковую бутылку в сторону милиционера, не попав в него, человек получил реальный срок, потому что полицейский испытал, как там сказано, мучение или моральный дискомфорт какой-то. Ну, о чем говорить? Поэтому это полицейское государство. Другое дело, что власть когда должна остановиться, потому что сама проявляя насилие к другим, оно фактически провоцирует насилие по отношению к себе. И это очень плохо, потому что партизанская борьба, которая может начаться, она будет совсем некрасивой. И никому это не нужно. Всем же хочется, чтобы к полицейскими обращались за помощью, а население стало бояться полицию. А как вы к самому закону просвещения относитесь? Слушайте, ну я абсолютно согласен с моими коллегами из КПРФ. Просвещение – это просвещение. Нельзя загонять все в определенные рамки. И тут уже нет ничего такого, чтобы можно было запретить. А вот попытка все запрещать, причем это вот как раз похоже, с водой можно и младенца выплеснуть. И если вы видели на контингент тех, кто в воскресенье пришел в МГУ, это были преподаватели. Это были люди, которые точно в экстремизме обвинить нельзя. Это были пожилые люди преимущественно, люди, которые понимают, что такое просвещение. И это случилось не где-то там, не знаю, на задворках, а это было в МГУ. То есть туда не нагонишь каких-то там бомжей. Это просто интеллигентные, это вот цвет нации, это как раз не та так называемая в кавычках «халита», которая там все думает, как соленять с деньгами. «А это вот люди, соль земли русской». Ну а извините меня, по отношению к ним полиция вообще должна быть очень аккуратной, вежливой. Потому что там просто интеллигентные. Это катастрофа. Кстати, на этом фоне видели видео, когда полицейский стоит и смотрит, как избивают в Липецке бизнесмена, который выиграл тендер, а бандиты с этим не согласны. Стоит полицейский и смотрит, как этого бизнесмена бьют. Ребята такие, как будто из 90-х, они никуда не делись. И никаких мер не принимает. И вот этот контраст, когда одного депутата городской думы, который не сопротивлялся, 8 человек запихивают в машину, и одновременно с этим, на другом видео видно, как бьют обыкновенного бизнесмена, который с криминалом решил денег не отдавать. Все это очень некрасиво. И я понимаю, когда власть могут совершить ошибку, или там, допустим, кто-то, помните, что не все полицейские абсолютно честны. Но власть должна сразу реагировать на это и принимать меры. Ну, там понятно, что есть увольнение. Когда-то это же было, один полицейский нарушил закон, начальника сразу убирают, сразу чистка в отделе. Это было понятно. Потому что он один, это не первый случай, значит, все его окружающие люди, люди, которые с ним работают, видели, значит, скрывали это все. Это объяснимо. А у нас полная безнаказанность. Вот этот случай, когда женщину пнули ногой, прям при всех на камеру. И что? Пришел, извинился. Забрало, запотело. И не смогли как будто его найти и привлечь к ответственности. Ну, это вообще там нонс. Поэтому, как это, мы всем будем бороться, несмотря ни на что. И действия депутатов, таких как Павел Тарасов, они вызывают только уважение, иногда даже восхищение. Полная без características. С чем-то подогнал поглядей. И у нас в действий раз, и это всё. Нужно прошать пре كل,ır пришьем. Продолжение следует...